Добрый вечер! Вы смотрите программу «Без цензуры» на телеканале ТНТ «Онега» и я, ее ведущий, Денис Базанков. Сегодня к нам в студию пришла Валентина Александровна Заводскова, председатель общественной организации Совета ветеранов микрорайона «Октябрьский». Правильно? Валентина Александровна, я благодарю за то, что вы смотрите нашу программу и обратились к нам, можно так сказать, за помощью. У вас, скажем, на данный момент маленькая беда произошла. Я нашим телезрителям объясню, что у нас оказывается несколько советов ветеранов. Для тех, кто не знает, в каждом микрорайоне есть такая организация, есть городской совет ветеранов. И вот к Валентине Александровне обратились некие люди с просьбой подвинуться с места председателя. Правильно я понимаю? Да, да. И удалиться. Для нас, для нашей редакции, конечно, это большая загадка, что происходит в городе в таких организациях. Казалось бы, это не финансовые фонды какие-то, не банки, не коммерческие организации. Делить нечего. Но, тем не менее, война идет. Ну что ж, мы решили у вас все-таки узнать, как от первоисточника, что происходит из первых уст. И действительно, может быть, нас услышат люди, кто сможет помочь. Вы знаете, я бы хотела рассказать вот с того, как мы организовались. До пять лет тому назад я стала председателем Совета ветеранов. До этого я работала в этой же ветеранской организации, но просто в Совете. И вот за пять лет мы сделали такую работу. Вы знаете, мы по каждому дому ходили, узнавали ветерану войны, ветерану Трудового фронта, блокадников и всех категорий, которые проранены к войне. Мы сделали списки. В настоящее время и до этого мы помогаем им полностью. Мы поздравляем с праздниками. Мы ходим, убираем. К нам подключены школа 36-я, детский фонд милосердия и детский дом, которым мы тоже за ней ухаживаем, приходим, помогаем в своей поделке. У нас в Совете заходят такие люди, которые нуждаются в какой-то помощи. Это и жилищные вопросы, и лекарственные, и путевки, как покупать. И самое главное, ветераны войны звонят о том, что у них уборку не делают, потому что они уже не могут. Мы делаем это все, все, при том бесплатно. Нам за это никто не платит. У меня в Совете ветеранов сейчас 9 человек. Это все люди преклонного возраста, которым за 70, за 75, даже есть за 80. И мы бесплатно, ножками своими топая, ухаживаем, помогаем, поздравляем всех ветеранов. Мы ни одного ветерана не можем пропустить. У нас списки, у каждого члена Совета ветеранов, который имеет свои списки, свои адреса своих ветеранов, они еженедельно прозваниваются. Спрашивают, что им нужно, как нужно. Вот уже с января месяца до этого месяца уже три человечка нету. Ну, с каждым годом, увы. Да, они же очень старенькие. Это от 90 лет. Вот представляете, когда война была, скоро 70 лет будет, как закончилась война. И эти люди же очень-очень старенькие. Из них всего ветеранов 8-9 человек, которые еще на 23-е пришли к нам на праздник. И женщины 4. Остальные все по дому. Ну, там из трудового фронта я пока не говорю, потому что их в 3-4 раза больше. Ну, вообще, массовость организации. Это вот ветераны войны, да, вы говорите. А дети войны. И вы представляете, даже вот позавчера мы поздравили, у нас есть такая ветеран войны с 15-го года рождения. Но самое главное, что никто об этом не знает. У нас Совет ветеранов города, у них даже списков нет ветеранов. Я так понял, Совет ветеранов города пришел к вам и сказал, давайте вы перестанете быть председателем, так? Вы знаете, что... Или намекнули. Они пришли на отчетно-перевыборное собрание, которое мы сами, свой совет, я 4 года отработала, я должна отчитаться перед народом, перед людьми, перед ветеранами, которые были приглашены с организацией, как мы работаем. Они нам полностью сорвали этот отчетно-перевыборный. Пришли без приглашения. Они не давали нам слова сказать. Я не могла отчитаться, я не могла ничего рассказать. Мы спросили, почему вы пришли и на каком основании. Мы пригласили Совет ветеранов у кого-то одного. Они не спрашивали, как мы работаем, что работаем. Им это неинтересно совершенно было. Ну, у меня есть диск, у нас все на видеокамеру. Если нужно будет, я дам вам камеру. И диск этот им можно показать. То есть, у вас есть доказательства того, что там происходило, все записано? Все, настолько, конечно, люди сидели, они возмутились. Очень. Они начали резко выступать. Затем они придрались ко мне. Я 40 лет жила в Октябрьском районе. Я работала в 38-й школе, 20 лет. Я правильно понимаю, к вам придрались то, что вы полтора года или около того не живете именно здесь? Я не прописывалась, но я лечусь третьей полиньки и все. И я говорю, ааа, мне сказали о так. Ааа, ах вы и не прописаны, значит, вон это. Ну, формальный признак, да, так говорится. Не живете в районе, значит, и отношений к нему не имеете. А какое-то неизначение. Да, вот мне тоже это интересно. Столько людей, не прописанных с Москвы, с Ленинграда, с других регионов нашей объятной России. Я о том же, Валентина Александровна. Хорошо. За помощью, я так понял, вы уже попытались обратиться к действующим политикам. Я позвонила, я позвонила, значит, нашему председателю. Он полностью игнорировал меня. Полностью. И я уже не знаю, куда мне обратиться. Понимаете? Я зашла в законодательное собрание и встретила Юшина, который пригласил меня в свой кабинет. Я, честно, не знала, с какой он партии. И затем разговаривалась. Оказался он с партией ЛДПР и Пирожникова. А я настолько Пирожнику благодарна, потому что он единственный, который нам оказывает огромнейшую помощь на 9 мая, на День пожилого человека. Да мы все праздники, если я когда бы не обратились, мы, вернее, не было отказа. А больше нам никто. Не помогая, например, Совета города нашего, да? Они даже на открыточку денег не дают. То есть ни одной открытки не было, чтобы мы могли поздравить своих ветеранов. Ни одной. За пять лет я ни одной открытки не получила. Ни одного поздравления не получили наши ветераны. Они же мне говорят, одни мы поздравляем, один наш Совет ветеранов. Ну, еще в День Победы от Москвы, там, от правительства бывает открыточка. Подарков они не видели. Никогда. Понимаете? Ни в дне рождения, никогда. Вообще нету. Они, на самом деле, даже председатель Совета ветеранов города, вообще никто не знает даже. Он ни на один день праздник, хотя я приглашаю их всегда. У меня на День пожилого человека приходит 150, 170, 200 человек. Они это знают. Ну, неужели не прийти и не поздравить людей? Ну, это ясно. Вот проблема такая. Ну, я так понял, вот фракция ОДПР, да, не знаю, че, но вы обратились в законодательное. Вот вы мне помогаете. Да, мы действительно, мы хотим узнать, что происходит. Как вы думаете, что дальше, как будет развиваться ситуация? А дальше, вы знаете, я не знаю. Они мне сейчас ставят условия, чтобы, конечно, я убралась оттуда. И самое главное, помещение. Но я не буду говорить на телевидении, я знаю, кто должен там селиться. Я это знаю. Но я не хочу говорить. Понимаете? Потому что готовится к выборной кампании. Это 100%. Зачем им понадобились пожилые, больные, обездоленные люди, которых у меня числится с ветеранами войны, с детьми трудового фронта, с блокадем, все. Около двух тысяч. Понимаете? Эти люди у нас все в списке. У меня с собой. Я могу на все телевидение показать. Красными чернилами отмечено. Как они живут? Кто за ними ухаживает? Если они живут в детей, в детей эти ветераны. И трудовой фронт. Они ведь пережили больше некоторые, даже чем фронтовики. Потому что, когда шли в бой, они смотрели только вперед за Родину. А эти люди работали на таких работах, извините, что нам всем не снилось. Когда с ними у меня все географии есть. Все. Еще хочу сказать. Когда Сталинградская битва. Вот недавно праздник был, да? Ко мне звонят. Сами уже боятся там позвонить. Малентин Александр, у вас есть Сталинградская битва? Я говорю, через людей. Я говорю, есть. Затем второе. Я говорю, есть. Дайте нам телефон. Я говорю, не дам. Вы должны знать все телефоны. Почему я должна давать? Вот не дам. Они мне говорят. Так прошло время. Опять звонят. Дайте нам, пожалуйста, этих ветеранов Сталинградской битвы. Я говорю, пожалуйста, записывайте. Записывайте эти телефоны. Записали. А тогда я говорю, а куда вы звонить им будете? Они говорят, как? Куда домой? Я говорю, вы знаете, что они два года тому назад умерли? Да. А вы даже этого не знаете. И что мне ответили? Не буду называть фамилией. Ой, ну и хорошо. Подарки не понесем. Да знаете, у меня волос поднялись. Как можно? А я им ответил. А почему вы не поздравите их семьи? Ведь они ухаживали за этим больным. И это были такие заслуженные ветераны. Сегодня мы с вами очень серьезную тему затронули. Я думаю, что многие телезрители даже и не подозревали, что творится в ветеранских организациях. Общественных. Это только, кстати, с вашей организацией? Или у вас есть информация, что еще в других районах такие же истории? Есть такие истории, но не все. Даже еще один был случай. В прошлом году, на День Победы, по-моему, да, давали 6,5 тысяч. Когда мне позвонили Ваня Ситовна, а вы получили для своего совета? Я говорю, какие деньги? 6,5? Да я тысячу не могла найти нигде, чтобы еще несколько подарков сделать. Мы со слезами на глаза ходили, спонсором. И если бы не ваш благотворительный фонд... Но не наш, а Сергей Пирожников. Ну, Сергей Пирожников. Ну, да, Сергей Пирожников. Я бы и не знала. Мы позвонили Елизавете Васильевне, она нам привезла. И благодаря только ему мы поздравили этим. Еще оставшиеся 11 человек. А нас подвел один из депутатов. Ну, это... Ну, единственное, сейчас на данный момент вам фракция ЛДПР и фонд Сергея Пирожникова помогает. Они очень помогают. Спасибо им. Вы знаете, настолько... Люди все знают. Они настолько... Мне вот сейчас домой идет столько звонков. Они узнали, что у нас идет полное, значит, игнорирование нашего совета, что нас убрать хотят. Они звонят. Вы знаете, что мне в детском сказали? Если ему нужно, мы с танком пойдем. Да я говорю, где вы возьмете танк? Ну, я надеюсь, до танков не дойдет. Да не дойдет, конечно, до танков. Ну, что ж, Валентина Александровна, я благодарю за то, что вы пришли к нам в студию. Тему мы сегодня с вами затронули очень серьезно. Это явно не с вашей только организацией происходит, ветеранской. Это я не знаю. Как говорится, с нашей стороны, без комментариев. Я думаю, телезрители сами сделают комментарии и выводы, на самом деле, что происходит. Давайте мы сейчас пока на эту тему закончим, подождем и посмотрим, чем закончится эта ситуация. Сказать мне, что я прошу, вот всех моих ветеранов, дорогие, вы знаете, что вы не переживайте. Мне кажется, мы останемся и 9 мая, мы вас очень хорошо поздравим. Я вам даю слово, честное слово. Ну, что ж, вот на этой ноте мы заканчиваем нашу передачу. Я напоминаю, вы смотрели программу без цензуры на телеканале ТНТ «Онега». Увидимся ровно через неделю. До свидания.